При подготовке к занятию в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамоты.ру.академик.ру.викисловарь. Первая наша тема – это согласные звуки, мягкие и твердые. Большинство из них образуют пары по твердости и мягкости, они перед вами в табличке. Но есть согласные звуки, которые пары не образуют. Твердые согласные – Ж, Ш, Ц, мягкие – Ч, Щ, Й. Различать согласные звуки по твердости и мягкости необходимо для того, чтобы правильно произносить слова и правильно их писать. Существует два способа обозначения мягкости согласного на письме. Во-первых, с помощью мягкого знака. Сравните слова «уголь» и «угол», которые различаются парными по твердости и мягкости согласными. Второй способ обозначения мягкости согласного на письме – это с помощью букв Е, Ё, Ю, Я, И. Сравните слова «люк» и «лук», которые также различаются парными по твердости и мягкости согласными. Следующая наша тема – это число имени существительного. Существуют две формы. Числа – это единственное и множественное число. Большинство существительных изменяется по числам. Смотрите, стол – столы, тетрадь – тетради. Но есть такие существительные, которые имеют форму только единственного числа. Такие существительные могут обозначать понятие какое-то или чувство, дружбу, гнев. Могут обозначать вещество, обозначать множество предметов как одно целое, либо это имена собственные, которые по числам не изменяются и имеют форму только единственного числа. И, конечно же, есть существительные, которые имеют форму только множественного числа. Такие существительные могут обозначать какие-то понятия или временные промежутки. Тут у нас сутки, есть еще будни, каникулы. Такие существительные могут обозначать вещества. Множество предметов как одно целое, кудри, бусы. Обозначают парные предметы. Сюда можно добавить ворота, очки. Либо это имена собственные, хибины, известия, названия газеты. Будьте внимательны, у таких существительных, которые имеют форму только множественного числа, род не определяется. Следующая наша тема – это правописание безударной в корне. Помним, что проверяется безударная гласная подбором однокоренного слова или формы слова так, чтобы эта гласная была ударной, находилась в сильной позиции. Посмотрим, как это работает в словах. С большим сожалению. Безударная гласная в корне. Подбираем проверочное слово «жаль». Под ударением пишется «а». Значит, в слове «сожаление» мы также должны написать букву «а». Другой пример – «извиниться за опоздание». В первом слове, в глаголе «извиниться» корень выделяем. Подбираем проверочное слово «невинный». Гласное находится под ударением. Это гласное «и». Значит, в слове «извиниться» пишем гласное «и». А за опоздание. Опоздание проверяем слово «поздно». Выделяем корни. В слове «поздно» в корне пишется гласное «о». Значит, в слове «опоздание» тоже пишем гласную «о». Слово «опоздание» нельзя проверять глаголом «опаздывать». Здесь совершенно другой тип орфограммы. И последняя наша тема – это постановка запятой перед союзом «и». Когда же ставится запятая перед союзом «и»? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно посмотреть, что этот союз «и» соединяет. В тот жаркий день всюду распахивались окна и двери. Союз «и» соединяет однородные подлежащие – окна и двери. Запятая в этом случае не ставится. Сквозняк пронес по коридору запах оладий, и в комнате встрепенулись дети. Союз «и» соединяет части сложного предложения, их две. Первая часть – сквозняк пронес по коридору запах оладий. Подлежащая – сквозняк. Сказуемая – пронес. Вторая часть – в комнате встрепенулись дети. Подлежащая – дети. Сказуемая – встрепенулись. Запятая перед союзом «и» ставится в сложном предложении обязательно.